Ресторанный бизнес в Самаре скорее мертв, чем жив. Заведения закрыты. Спасаются в основном за счет доставки, но этого едва хватает, чтобы покрыть расходы на аренду и зарплату сотрудникам. Бизнесмены говорят, с такой ситуацией они столкнулись впервые. Роман Вавилин в ресторанном бизнесе уже 7 лет. Под его руководством трудится более тысячи человек. Из-за пандемии он не уволил ни одного сотрудника. Пока. Говорит, смогли вовремя перестроиться. Самый, наверное, большой плюс, те вещи, которые мы раньше могли делать неделями, иногда даже месяцами, мы сейчас делаем за дни. Там и запуск нового сайта, последнего доставки по нашей паназиатской кухне мы сделали за три дня. На сегодняшний день, работая на доставку, мы фактически просто стараемся не закрывать ресторан, поддерживать команду, поддерживать процесс работы, чтобы к тому моменту, когда карантин снимут, рестораны были готовы к открытию и можно было оперативно продолжить работу. С доставкой тоже все непросто. Тем, кто не может организовать ее сам, приходится особенно туго. Ведь посредники – удовольствие дорогое. Иногда, когда мы не справляемся, мы просто пользуемся услугами некоторых таксистов, но мы не работаем ни с какими агрегаторами, потому что наш продукт, его себестоимость и наценка на эту себестоимость не может себе позволить потерю 42%. Эксперты прогнозируют, выживут только крупные хоудинги. У них есть запас прочности. Остальные выплывут, если смогут приспособиться. Или найдут возможность начать все заново, когда все закончится. Беда в том, что когда это произойдет, не знает никто. А значит, пока рано считать число выживших. Мы никто не знаем, насколько это затянется, каковы будут последствия. Поэтому выходить из всего этого они будут печально, долго. И не факт, что все откроются. Вот в Ухане конкретно, да, и на 11-миллионный город открылась на сегодня только треть заведений. И как они выживут и не выживут, мы никто не знаем, опять же, да, и они точно так же не знают, потому что люди напуганы, люди не ходят точно так же в рестораны, в заведения общественного питания по одной простой причине, что им очень долго говорили, что это опасно. Предприниматели не рассчитывают, что потребительский спрос начнет восстанавливаться раньше, чем через 6-8 месяцев, но стараются сохранять оптимизм. Это, знаете, когда человек упал, сломал нос, один слег и умер, а другой поднялся и победил. Вот я считаю, что надо встать, потряхнуться, ставить тампон в нос и побежать дальше.